ребята всем привет давненько никуда не выезжал и вот сегодня появилась возможность в этот очень жаркий летний день съездить на водоем водичка довольно таки прозрачная уровень средний такой на водоеме немного выше чем был весной но немножко ниже чем обычно вот в эту летнюю пору вода уже прогрелась на улице плюс 30 очень жарко рыболовов на водоеме довольно таки большое количество как не было печально основная масса людей ловит сетями видел много банок бутылок где стоять сети но надеюсь что браконьерам рыбу выловить не удалось я все-таки что-то поймаю ловить буду сегодня палочки с тестом от 8 до 32 грамм это не что иное как major craft серия restive очень таки знаменитая палочка в свое время это основной мой инструмент для ловли на воблеры и на силиконовые приманки сейчас около часа дня то есть самая жаркая погода и самая так сказать низкая активность хищника должна быть но все-таки я надеюсь что-то поймать ловить буду на воблер от компании pantone 21 серия greedy guts 99 миллиметров длиной в плавающей версии с поводком из титана длиной в 25 сантиметров примерно эта моделька воблер остает медленно крайне медленно всплывающий это как раз так сказать то что необходимо сейчас для ловли хищника ну что ж давайте приступим к рыбалке времени не так много здесь вот как видите струя и немножко отходит от берега и получается такая заводь небольшая рыба сейчас держится чаще всего ох очень много травы на ближние бровки на ближние бровки поэтому дальние супер дальние заброс здесь не нужны в принципе достаточно забросить приманку в нескольких метров от берега сделать правом плавные подтяжечки рывочки давая приманки конечно же всплыть на поверхность иначе просто-напросто произойдет зацеп приманки отравку а это не нужно нам воблерочек как видите очень медленно всплывает уже успел я в этом сезоне одну рыбку на него поймать вот опять малек о пескарь ребята вот это как вам такой ход события песка от чисто попался за тройничок вот это первый пескарь которого мне удалось своей жизни поймать скажу честно ни разу пескаря на вертушку не ловил на мелкий мелкий силикон говорят что ловится но я ни разу не ловил первый пескарь моей жизни обалдеть трава здесь тоже цепляется скажу честно здесь тоже ставят сети как вы понимаете любая мал-мальски такая заводь сразу же привлекает внимание браконьеров поэтому я как вы помните не часто ловлю на ямах именно таких где течение отсутствует или его практически нет так как основная масса этих ям она вот окунь опять взял вот здорово идет основная масса этих ям она именно браконьерскими сетями забита неплохой размер неплохой размер как видите эта палочка несмотря на свою такую серьезную жесткость она все же позволяет он она опять пошел ой-ой-ой-ой хорош лаптежник ну вот нашел парочку окуньков ух серьезный размер уже вот этой рыбки о какой красавец видите повреждена у него верхняя часть плавника скорее всего все типу в сетях именно сетях рыба вот так травмируется было это давненько судя по всему рыба стоит вот там как раз на первом свале то есть когда я стягиваю снасть с мелкого как я уже сказал там небольшая отмель каменная коса в приемы парочка окуней здесь стояла окунь всегда собирается либо по одному либо по два штуки иногда небольшие стайки до 10-15 хвостов на этой реке бывает реже конечно рыба собирается в большие стаи это по сотне штук такой вот опять ухты что-то более серьезное села вот это окунь ой 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 вот это горбач ребята а вот это ребята горбач здорово здоровский размер взять не взять вот не знаю у меня есть уже несколько штучек ну ладно брать не будем рыбу черт с ним пускай растет стоял он как раз на бровке хотя в принципе размер неплохой покоптить таких окуньков крайне здорово ладно подождем когда на ангаре лодочный сезон откроется и уже будем ловить хороший окунь конечно взял на паузе стоп-н-го ввел приманочку и сделал остановку даже фрикциончик немножечко под ослабил так как подумал что это щучка не крупная здесь вот глубже стало возле берега травка но ой опять хорошие окунь ребята вот здесь вот видать сети не ставили и вот такие горбачи ух хорошо берет даже на палочку с тестом в 32 грамма тащить такого ну крайне приятно ничем не хуже щуки сопротивляется при том что размер то гораздо гораздо меньше очень каменистое одно скользко ходить поэтому уже как бы обувь использовать такую с хорошим протектором а вот опять окунёк удрал удрал ребята тюкнул размер маленький был вот он видите здесь просто вот какое-то количество окуня есть здорово давненько так не ловил как вы помните в этом сезоне вообще на вертушке ловил крайне редко и вообще последнее время ловлю именно вертушками редко но иногда конечно вертушками половить хочется приманок количество большое на все ловить не удается вот а вот а вот а вот звенок прямо он видите какой размер крайне ничтожно мало все таки сегодня надеялся на поимку щуки надеюсь мне повезет все таки окунь у меня был в планах но как вы понимаете с такой палкой о о ребята видите какой злой матросик не знаю как он на приманку то реагировать вообще реагирует ничтожно мелкий размер таких даже и брать то нельзя а он ловится на вертушечку лето активная рыба именно вот окунь светлое время суток он летом активный вот но ничтожно мелкий ничтожно мелкий даже на каждом забросе попадается кого ребята ладошка шириной шире чем это так у него я думаю он реагирует не на саму блесенку а на мушку вот на эту нимфу которую я изготовил несколько лет назад и как я заметил вот именно вот такое вот так сказать оперение она очень хорошо держится во первых на приманке а во вторых она очень хорошо привлекает рыбу превращение вертушечки она играет так интересно вот так скажу интересно играет особенно когда вы делаете неравномерную проводку а именно проводку такую стоп энд гоу с различными подтяжками остановками это юбка на то сжимается то раскрывается очень интересно для рыбы приманивает рыбку видите даже пескарик на эту мушечку клюнул а это крайне редкая рыба для нашей реки четыре километра прошел по реке час практически прокидал даже побольше часа наверно будет точнее сказать час за 20 час 30 прокидал на приманки поклевок крупного хищника пока не видел ни одной даже выходов сейчас пробую ловить на ваблерок посмотрим что из этого получится опять же гради гадский да тот ваблерочек который в этом сезоне приобрел для тестирования вообще ваблеры компании pantone 21 вот он вот она ребята здоровская щучара обалдеть вот где нет браконьеров там есть рыба весьма неплохой размер какая щука ну явно явно закилошник по весу то есть видите на вертушку рыба не реагировал сейчас взвесим сделаем несколько фотографий ну что ж друзья весьма неплохой размерчик рыбы для этого водоема сейчас взвесим посмотрим что да как выше среднего размер рыбы кило 300 практически кило 280 ну за вычетом массы или гриппа в принципе средний статистический размер как я ребята и говорю сейчас в летнюю пору работают хорошо именно вот такие приманки со слабой слабой плавучестью и так ребята прогулялся в машину перегрался маленько переехал вернулся в начало того места где начинали ловиться окуни взял палочку от компании фаворит серия white beard с тестом от 0 5 до 5 грамм ультралайтовая снасть ультралайтовая катушечка в тысячном размере вот такая колебалочка от компании throatbait размером 1,8 грамма время 3 часа то есть очень жарко вода в реке прогрелась народ купается а я пытаюсь поймать рыбу на первом забросе ребята первый заброс уже окунь окуньков не беру так как здесь размер их небольшой ну и уже в принципе поймал щучку неплохой на ваблерок поэтому окуня наловим как я уже говорил на ангаре поэтому будем искать более менее крупную рыбу это щуку ну или будем ловить вот такого-то окунька небольшого по размеру о-о-о-оои о-о-о-о ну вот да вот опять была поклевка окой рыбу вижу, но вот он опять бьет его даже видно боком проскакивает поворачивается ну никак не хочет засекаться на мою приманку он ее берет, но берет не в заглот то есть ударяет ее боком крючочек, как уже сказал, одинарный и если рыба аккуратно прижимает колебалочку то засечь ее не всегда удается ну самое главное процесс самое главное поклевки то есть по этому месту уже прошел как уже говорил, приманками другими и воблер, и вертушечка на вертушку поймал второго номера рыбку на воблер тоже взял одну щучку на другие приманки пока рыба в том числе и мелкие вертушки никак не реагирует кроме вот этой колебалки то есть вот он опять вот они садятся, акунтины, они маленькие настолько, что их подсечь не могу опа, вот вот видите, вот такой вот размер вот он, вот он, очень мелкий размер поэтому и много холостых поклевок так как размер крайне ничтожный и маленький, так сказать спортивный, я бы сказал, будет невероятно ничтожный но это местный окунь, это не ангарский это не те горбачи, которые ловятся иногда на наших реках то есть там грамм 200-300 такой средний окунь окунек очень мелкий поэтому засечь его ну крайне проблематично, я скажу честно даже несмотря на то, что он атакует приманку вот видите, какой, смотрите, размер вот это да вот колебалка даже вот таких спортивных окуньков она соблазняет это сверх мелкий размер окунь я скажу честно, что вот такую рыбу я ловлю ну крайне редко обычно соблазнить таких вот мелких окуньков вообще на поклевку это крайне тяжело так как такая рыба, она еще не совсем хищная основной своей массе она питается бормушем, рачком но никак не галианом там или другими видами рыб основной своей массе это все-таки не хищные такой размер окуня тем не менее, вот эта колебалочка чем-то, чем-то их приманивает вот он опять кунишка вижу их все, как они догоняют приманку как они их бьют в поляризационных очках тем более при таком ярком солнечном освещении все четко просматривается все четко видно единственное, что размер там он очень маленький ну давай, давай, засекайся идешь, идешь, подергиваешь вот то есть из пяти десяти поклевок удается поймать только одного вот такого вот вот такого размера окунька хотя клюет практически ну через заброс или на каждом забросе что, в принципе, как я говорю говорит о хорошей результативности вот этой колебалочке о хорошей ее игре это очень хороший показатель того что приманка рабочая ну что ж, друзья сегодня в принципе, вот этот летний жаркий день как уже сказал половил часика три на водоеме половил различными приманками это и ультралайтовые и лайтовые и даже воблеры сегодня вот такую жару в теплую жаркую погоду в тот момент когда водичка в водоеме уже прогрелась люди купаются мне все же удалось поймать сегодня вот на эту приманку а это воблер грэди гадз 99 в плавающем варианте от компании понтун 21 мне удалось поймать щучку весом в килла 200 а также сегодня очень хорошо в очередной раз работали приманки это микроколебалка от компании троудбейт которую в этом сезоне я уже часто использую и очень хороший результат она показала а также блесенка от компании Lucky John второй номер это серия вот не помню то ли Blade то ли как называется ну кому интересно зайдете посмотрите там в принципе не такое большое количество вертушек у данного производителя это блесенка похожа на блесну от компании понтун 21 но игра у нее совершенно другая совершенно другая игра совершенно другой горизонт проводки другой разнос весов то есть в принципе это совершенно другая приманка ну что ж ребята итог в принципе неплохой всем удачных рыбалок и до скорых встреч всем пока пока Продолжение следует...